Добрый вечер. Медиаинформ продолжает свою работу в прямом эфире. Сегодня в программе «Здравствуйте, Вера Игоревна» мы будем говорить о мамах. Итак, 737-73-10. Мы ждем ваши вопросы и с удовольствием будем на них размышлять. Какие ассоциации возникают у вас при упоминании о материнской любви? Ну, мы говорим, это тепло, забота, нежность, ласка. И вспоминаются, да, все поглощающая любовь. Это любовь жертвенная, безграничная, святая. Не секрет, что многие мамы готовы все отдать во благо своего ребенка. Они готовы пожертвовать своим благополучием. Они иногда живут с мужем-тираном ради ребенка. Они могут отказаться от карьеры. Они могут пожертвовать своими какими-то удовольствиями. И при этом будут все равно баловать свое дитятя. В общем-то, мама готова на все, так она думает, во благо своего ребенка. Но не каждая мама знает, как быть правильной мамой. Какую любовь и в каком возрасте надо дать своему ребенку. Вот сегодня мы попытаемся на тему, какая я мама, и какой я хочу быть мамой, порассуждать с Верой Игоревной. Здравствуйте, Вера Игоревна. Добрый вечер, здравствуйте. Я, конечно же, как всегда, отправилась в школу мам, там, где идет первый этап подготовки к мамскому. То есть туда, где этому обучают. Да, начали обучать. И эта школа отличается тем, что там не только медицинские знания дают беременным женщинам, которые становятся, вот-вот будут становиться мамами. Там и пытаются раскрыть их внутренний мир. Так вот я высокопарно скажу. Ну и сегодня мы посмотрим небольшой сюжет, оттолкнемся от него. А у вас, если есть вопросы, 737-73-10. Мы отвлекаемся на любой вопрос, связанный с вашими детьми. Смотрим сюжет. Светлана, это которое уже занятие вы ведете в школе мам? Ой, я не знаю, уже, наверное... Пятое и шестое, наверное, да? Нет, 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 это уже пятнадцатое, как минимум. Даже так? Да. За это время группа, я смотрю, она так плотно набирает. Сейчас, правда, политические события немножко меньше мам приходят. Я боялась вначале, что для них это будет вообще темный лес, потому что мало кто об этом знает то, о чем вы здесь говорите. Мало кто при подготовке делает коклы, говорит вот как сегодня о психосоматике. Воспринимают мамы, как вам кажется? Принимают они то, что вы им даете? Мамы, они в своем особом положении, конечно, очень восприимчивы. И мягкая информация, которая приходит, она постепенно-постепенно ложится. Очень важно, чтобы она была воспринята органично. И так мне кажется, что вы с ними так мягко и разговариваете для того, чтобы они потом перенесли вот эту мягкость, которую вы вот тут обволакиваете, перенесли потом на ребенка, нет? Ну, оно воспринимается и мамой, и ребенком одновременно. Это уже их единство. И то, что сейчас проговаривается, это проговаривается для двоих. Вы работаете на потом. Я, да, да, я уже на них двоих, и так и говорю, потому что мама же... Когда мама какую-то проблему несет, это не ее собственная, это проблемы и ее ребенка. Когда мама какие-то переживания проживает, это переживания ребенка. И находясь у мамы в животике, ребенок слышит абсолютно честно всю ее, так как она сама себя еще не знает. И все ее эмоции, все ее чувства он в первую очередь регистрирует. И потом, рождаясь, он уже ими полностью насыщен. Он знает все, что она даже не догадывается о себе, а он о ней это уже знает. Поэтому для мамы, конечно, информация, а для ребенка – это возможность, ну, по крайней мере, быть услышанным от мамы. Потому что важно, чтобы его мама приняла. Любого. Любого, да. Мама принимает, мама исследует, кто же к ней пришел. Он маму знает. Он с мамой уже все эти 9 месяцев прожил. Он ее абсолютно полностью исследовал, изучил. А она его еще нет. И вот ей важно его принять. И потом его уже взрослого легче принимать. Маленького воспринимается, как маленькая сама мама. Но не всегда это клон и копия мамы. И дать право быть ему или ею, ребенку быть самим собой – это важное право мамы. Мама дает право ребенку проявиться и дать возможности быть другому. Да, ему нужно научиться. Мама дает, ему нужно осознать вот этот момент. Да, вот когда ребенок… Недаром же говорят, что дети знают своих родителей лучше, потому что он уже в утропе, начинает узнавать, он уже узнает маму, да? А она только после выхода на свет. Она с ним знакомится и потом всю жизнь дает рядышком с другим человеком, дает возможности быть по-другому. И мамины глаза – это на всю жизнь информация о том, какой же я. Каким мама видит ребенка, таким он и себя всю жизнь будет ощущать. И потом всю жизнь будет знать, каким мама его принимала, таким и мир будет его принимать. Мама принимала его хорошим, добрым, внимательным, и мир будет также им воспринят как хороший, добрый, внимательный. Мама была недовольна, и он будет в мире видеть таким, который не может его принять. Если мама видела его несовершенным, он тоже не сможет дать право быть себе таким. Когда мама говорит, что «Ну, как же ты? Я же тебе говорила, а ты вот не сделал». Он всегда будет чувствовать неуверенно себя в жизни, не иметь права на свое собственное мнение, потому что он будет всегда слышать маминные слова. Вот мама же, я не посоветовался с мамой, мама не всегда знает. Дать право и дать веру ребенку в себя, верить в себя ребенку разрешает мама, потому что она в него верит. Пришли к тому, что быть мамой – это самая большая, главная наука. Этому надо учиться, учиться и учиться. Недостаточно забеременеть и родить, надо учиться. Марточка, канун 8 марта, вот пару слов мамам. Конечно, мамам самое главное – это любви, любви к себе, любви к своим близким, любви к своим детям. И право быть любимой, когда ты любишь близких, оно, конечно, самое главное. Самое главное – любить в себе себя, любить своего ребенка как часть себя, любить своего мужа как часть своей жизни и себя тоже. И, наверное, этой любовью насыщать и наслаждать всех вокруг, иметь право эту свою любовь дарить близким. Спасибо магазину «Чика» на Адмиральском проспекте 1, которая организовала вот такую школу. В общем-то, нестандартный, непривычный подход и к беременности, и к материнству. Вера Игоревна, после рождения, ведь сейчас их готовят там мам к тому, как общаться, как прислушаться к себе, как раскрыть в себе, как вспомнить какая-то девочка. Но происходит момент рождения, и после рождения женщины очень взрослеют. В сознании мамы происходит такое количество перемен, которое, в общем-то, сейчас беременные даже не представляют. Им кажется, что они готовы, даже если это второй ребенок. Происходит глобальный просто переворот в голове. Потому что, с одной стороны, она тоже новорожденная. Она тоже новорожденная. И есть взаимоотношения с мужем. Какая я мама? Какая я дочь для мамы? Правильно я что-то делаю или неправильно я что-то делаю? Бесконечное сомнение. Я не говорю уже о физических изменениях, да, организм, который тоже, в общем, отвлекает на себя. И женщина должна быть, и для мужа она должна оставаться женой, и в то же время она вся полностью поглощена этим малышом. Ну, в общем, у нее происходит... Ну, естественно. Я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что вот школа, мама, это все прекрасно. Это все чудесно. Это все чудесно для беременной женщины, которая находится в период декретного отпуска. И очень тяжело. Она себя не воспринимает еще. Она не воспринимает ту... Она-то, я толстая корова. Пси на эти ноги, да. Посмотри на меня, лицо, меняются черты лица, меняются очертания фигуры. Я была такая красотка, на кого я стала похожа. И вот эти вот неприятия себя, они возбуждают очень большие всплески агрессии, очень большие неприятия окружающих. Агрессия на кого она обычно выливается? На близких. На близких, да. Да, это удобнее всего и ближе всего. Так вот эта вот школа, это очень хорошее место, где можно убрать агрессию мягко, мягко подвести их к родам, мягко что-то рассказать, что будет. Но когда женщина родила, то вот это все, проходит обвал. Обвал, вот об этом. Да, обвал. Этот обвал порождает те, будем говорить, бессознательные, поднимает бессознательные моменты прошлого. Прошлое ее жизни. И возникает ее прошлое, возникают полностью весь ее детские моменты. То есть происходит как будто бы как петля времени. Она уходит. Вот она родила, и она мама, она работает, она что-то делает, вот у нее этот ребенок, все. А в голове идет бессознательная работа. Работа над тем, каким я хочу, чтобы был этот ребенок. Каким я хочу, чтобы была моя семья. Эта семья должна быть такая, как у мамы, или противоположная. Или как у свекрови, например, да? Нет, свекровь здесь не берется. Здесь свекровь не берется. Свекровь – это вообще особая статья. Понятно. Это вы мама дочери, я мама двух сыновей. Вот. Поэтому здесь очень-очень своеобразно. И поэтому, поэтому свекровь можно любить, свекровь можно… Уважать. Свекровью можно уважать. Свекровь можно… Но, но… Но доказывают своей маме. Она сделала… Я воспитала своего мужа все равно. И мы с вами тоже об этом когда-то думали, когда были очень молодыми. И возникают тут же два варианта. Либо ты воспитываешь и строишь своего так, как воспитывали тебя. Если это было жесткое воспитание, жесткая мать, холодная мать, которая была целенаправлена в своих требованиях и устремлениях, то мама, молодая мама, она либо она хочет, чтобы ее действия становятся такими же, как ее мама, либо абсолютно противоположными. Здесь, наверное, возраст еще играет роль, да? В каком возрасте появляется ребенок. И не только возраст, и не только. Здесь очень многое зависит от мамы. Именно от мамы мамы. От властности мамы. От ее властности. От того, как мама, взрослая мама, бабушка, ведет себя. Либо она хочет доказать своей дочери, что она главная, у нее больше опыт, и у нее больше всего. Либо она мягко стоит рядом и помогает. Помогает не советом, но советом, который не требует подтверждения действиями. Либо она принимает то, что делает ее дочь, и соглашается с этим. А все свои несогласия она выносит в другое место. У нее есть куда вынести, если есть это подружка, мама, муж, в конце концов. Мне в этом плане очень интересно, вот так вот вспомнилось интервью с Кристиной Арбакайфой. А как Алла Пугачева, как мама, она вам помогает в этом всем? Она дает вам советы? На что Кристина сказала, какие советы у меня четверо детей. Четверо детей. Какие советы уже может дать мне мама? Да, да, или трое, я уже запомнилась. Много. У меня больше, а нет, она сказала, у меня больше детей, чем у нее. Я ей могу давать совет. Вот, и поэтому вот такая вот петля времени, которая проходит не только с мамой. Вот этот внутренний ребенок, обиженный достаточно, еще не повзрослевший, он поднимается и начинает ее будоражить. На это все накладывается очень много тех моментов, о которых мы с вами будем сейчас говорить. Какая я мама? Какая я мама, да. Я плохая мать. Да, вот это мамины сказки, да? Мама же пугается этого. Это не мамины сказки, это мамины страхи. Ну и мама же и пугается. Как я... Страх первое, я его не вытяну. Он такой маленький, я его не вытяну. Я не умею ничего делать. И вот эти страхи постепенно, постепенно нужно, в принципе, маме вытягивать, выдворять. Первый страх. Первый страх. Кто родится и какое будет у нее здоровье? Родится ли он нормально? Второй страх. Я его не вытащу. Смогу ли я его поднять? Сначала смогу ли я его дорастить? Да. Потом смогу ли я его поднять? Третий, это уже четвертый страх, да? Далее идет страх, какой я буду... Какой я буду авторитет иметь у этого ребенка? И так далее. Этих страхов, они сменяются друг в друга. Но вот это базовые. Причем эти базовые страхи, которые идут еще из детства. Ну потому что все родом из детства. Потому что вот почему идет регресс? Возвращаешься с детства и начинают выскакивать свои картинки. Вот, и поэтому молодые мамочки, обычно очень тяжело, очень тяжело их первые три месяца, когда они... Первые три месяца после рождения ребенка, да? После рождения ребенка. Но они очень важны. Дело в том, что когда ребенок еще не родился, он находится в покое, ему... Он бесстрашен. Ему все можно. По его желанию появляется все, что вы хотите. Все, что он хочет. Доставка быстрая. Да, все быстро, все это. И когда он рождается, этот сумасшедший первый стресс, первая травма, а далее очень многое зависит от мамы. От ее спокойствия, от ее уверенности. Дети, мы синхронно с вами даже это слово. Да, да, да. От ее уверенности, потому что как она предоставит, если она будет бояться окружающего мира и будет ограждать его... Суперопека, да? Да, то тогда для ребенка будет все вокруг страшно. Мы показывали с вами, помните, я нашла фрагмент, как купают во французском роддоме, да, ребенка после рождения. Да. Вот эти поглаживающие движения, это спокойствие, которое вот через тактильное, да, через воду, покой, спокойствие. Мама здесь близко глаза, мама рядом, руки, 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 все время руки. Вера Игоревна, у нас звонок, послушаем телезрителей, продолжим. Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый. С наступающим. Спасибо. Спасибо. Вас также. Очень любим вашу передачу. Вы очень точно заметили этот материнский страх, нам практически два года. Я думала, это может тянется, а как все вот боялись, как воспитать, как вот в авторитете, будет переход в обозже и так далее. Спасибо, что подняли эту тему. Это действительно, ну вот для нас мам очень, тем более первого ребенка. Спасибо вам большое, потому что, вы знаете, вот вы это сейчас уже знаете и понимаете, вас мучат эти сомнения. А я вот разговаривала с беременными мамами, они абсолютно уверены, что они знают, что у них все будет не так, у них не будет этих страхов. Они уже как бы, они появятся с рождением ребенка, вот вы это уже знаете. Да, я знаю мам, как говорят, возрастных мам, которые очень скрупулезно готовились к рождению ребенка, читали всех, кого можно, вот, и ходили в школу мам, и всему учились. И когда родился ребенок, было такое впечатление, это ее рассказ. Что она ничего не читала? Нет, что у меня все наоборот. Я живу в постоянном крике, в постоянном страхе, в постоянном стрессе. Ребенок не успит, ребенок кричит, ребенок, я раздражаюсь, я ничего не успеваю, но я же так разложила все свои дни. Вот и в этом несоответствие. Что нужно делать тогда маме, то есть предполагая, что вот она будет в такой ситуации. Наверное, прежде всего понять, что я в этой ситуации, и из нее есть выход. Во-первых, маме нужно понять, что эта ситуация стандартна. Она у всех практически. Она была у всех. Во-вторых, для этой ситуации, для восприятия этой ситуации, есть очень хорошая, ну как это, жилетка. Да, это муж. Нельзя молчать. Вера Игоревна, мы же с вами и говорили, что для мужа, в общем, беременность, изменение фигуры, он наблюдает за женой, что-то его веселит, что-то трогает душу, где-то он с нежностью относится. Но для него это, в общем, эфемерный ребенок. Естественно. И ему, он теоретический ребенок. И когда даже он появляется, он еще тоже, в общем, как-то... Да, да. Мужчины другие, но чем более вы будете открыты ему, тем больше он будет воспринимать этого ребенка через вас. Поэтому молчать нельзя. Я устала, мне так страшно. Когда она говорит о себе, не обвиняя его ни в чем, просто «я тебя люблю, посмотри, какой у нас там сын или дочь, но мне так страшно, я, наверное, очень плохая мать». Какой мужчина, любящий вас и держащий только что, будем говорить, за ручку, за ножку этого малыша и обнимающий вас, и видя набухшую грудь, опавший живот и все это ощущая, будет к этому безразличен и скажет «Ой, твои страхи, это билиберда, дай мне спать, у меня полно дел». Я не думаю. Если вы такое слышите, вы должны понимать сразу, что это очевидно, не тот человек, за которого вы мечтали. Не ваша пара. Это не ваша пара. И уже нужно думать, как его перестроить. Но когда вы говорите только о себе, «я, я, я так хочу твоей помощи, мне не нужна физическая помощь, мне нужны твои объятия, мне нужно твое понимание, скажи мне, что я хорошая мать, скажи мне, что ты меня любишь». Она же регрессирует, она становится такой же, как ее сын. Она становится маленькой девочкой. Она становится маленькой девочкой. Да, или дочь. Поэтому вырастает та маленькая обиженная девочка, которая только что перетерпела очень сложный период. Очень сложный. Ну, а маму можно посоветовать, наверное, когда вот безумная какая-то тревожность, то, что советуют всегда психологи, да, взять лист бумаги и написать объективно, чего вы боитесь, вот за что вы тревожитесь. Ну, и субъективные свои тревоги. И субъективных окажется намного больше. Но когда они написаны на бумаге, проговорены, просмотрены это буквенно, уже что-то отходит. Потому что ты начинаешь сам себе объяснять, что ну вот этого я совершенно напрасно, тут я ничего не могу сделать. Ну, это называется, будем говорить, проговорить свой страх. Проговорить свой страх, да. Его интеллектуализировать. Вот то, что вы говорите, это называется интеллектуализация страха. Ты это видишь, и у тебя в голове уже рождается путь по выходу. По выходу, да. И плюс, помните всегда, напишите где-то, время работает на меня. Да, время работает на меня. Время работает на меня. Это когда время работает на меня, знаете, что да, бессонные ночи, да, всё. Всё. Но у вас есть любимый муж, который вас не оставит, который будет рядом с вами, как бы он ни был занят. Вера Игоревна, но здесь ещё маме нужно приготовиться к тому, опять-таки, как считается, в общем-то, уже в мировой психологии, что мама должна быть с ребёнком не менее двух лет. Потому что мама — это всё. Мама во всех отношениях. Она даже вот по примерам, когда мама оставляет на какое-то время ребёнка с няней, предположим, идёт и работает, да. Ну, когда ребёнок не видит маму более 15 минут, он считает, что мама умерла и бросила. Да. То есть вот это в подсознании происходит, да. То есть пропадает поток любви, в котором он должен находиться. То есть маме нужно ещё и к этому приготовиться. Ну, понимаете, да. Дело в том, что до трёх лет ребёнок абсолютно маме. Мы с вами тоже об этом говорили. Но мы об этом говорили относительно мальчиков. Но теперь мы объединим и мальчиков, и девочек. До трёх лет ребёнок маме. И только в три года, когда ребёнок становится, уже в нём просыпаются индивидуальные такие моменты, типа «я сам», и проявляется какой-то «нет», вот только тогда он начинает становиться обособленной личностью. И только лишь тогда вы можете уже говорить, можно с ним разговаривать, и уже можно его потихонечку переводить на другие рельсы, будем говорить, обслуживание. А пока, да, ну, тяжело, тяжело, тяжело. Но мама должна быть возле ребёнка достаточно... Почему? Потому что иначе, если мама не будет... У меня был такой случай, когда ко мне обратились, говорит, «Вера Игоревна, я няня, мама меня ревнует к своему ребёнку. Когда она приходит, ребёнок начинает её бить и отталкивать, а от меня уходить не хочет». Вот к чему приводит это. Дело в том, что... Но это нюанс, предположим, этой семьи, но для ребёнка... Это не этой семьи. Ребёнок отсюда получает, значит, поток любви, а здесь это не его поток любви, значит, мама перекрыла. Это просто... Это не нюанс этого ребёнка, это нюанс общий. Ой, это общее. Это, понимаете, это то, может быть, когда ребёнок не ревнует маму, это то исключение из правила, которое правило подтверждает. Поэтому очень... Мама, если вы решили родить ребёнка, то хотя бы на два года действительно попытайтесь как-то перевести свою работу в домашнее русло. Ну да, ну, в общем, желательно просто быть с ребёнком всё время, если честно. Ну, если честно, то да. Если честно, то да. Во-первых, вы даёте ему основу для безстрашного существования. Вот. Вот же, что важно. Вы хотите быть хорошей мамой. Да. Первое. Бесстрашное существование. Да. Вы показываете ему, что мир благоволит к ребёнку, и что мир вокруг, он не так страшен, как кажется. Что из любой ситуации есть выход. Из самой страшной, на ваш общий взгляд, ситуации есть выход. И поэтому эту ситуацию с вашим ребёнком нужно проживать вдвоём. И даже агрессия, которая на вас выльется, да, в этом маленьком возрасте, уже какая-то агрессия. Это доверие. Это доверие. Да. Это доверие. И как вы её примете, эту агрессию, это тоже очень важно. Да. Это доверие. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок в будущем вас слушал и почитал как мать, то будьте добры, в три года не устраивайте с ним ссор на тему «я старше, я знаю всё». Попробуйте спуститься к нему и понять, чего вы ему не додаете, когда он сильно кричит или, топая ножкой, говорит «я не одену это платье, потому что ты мне его дала». Сойдитесь на то, что это не упрямство, а это возраст. Два с половиной года, три с половиной года – это возраст. Это именно возраст, когда в нём вот противоречия, он сам с собой в ссоре, он воюет сам с собой, а выливается это на вас. И кто как не мама должен помочь этот конфликт уладить? Его же с ним же. Конечно. Конфликт только мама и только спокойная мама. Уверенная и спокойная. Мама должна быть стеной. У мамы должна быть стена папа, а у ребёнка должна быть в этом возрасте стена мамы. Ну и вот у нас до рекламы остаётся немного времени. Я выписала, мне очень понравилось. Мы говорили о том, что звучание маминого голоса, да. Но это работа не только с ребёнком, это ещё и работа для мамы. Вот мамины фразы, которые вот кто-то из психологов назвал «мама фразы витаминки». Да. Фразы витаминки. То есть ребёнку произносить это, не думать, а произносить. Вот это очень важно. «Тебя очень люблю», «Ты мой драгоценный человечек», «Ты моё самое дорогое». Желательно при этом. Я говорю о высоком, применяя, так сказать, примитивный как бы текст, поглаживая ребёнка. Обязательно, чтобы было тактильно то, что вы всё время говорите, Веронина. Да, прикосновения. Текстильная и контакт глаз – это самое первое. И самое интересное в том, что мамы ненаученные мамы считают, ну что, я дура совсем, не понимает. Он же понимает, что я его мама, я его люблю. Не понимает, надо говорить. Есть фразы иммуностимуляторы. Вот ваш ребёнок улёгся в постельку, вы его тоже поглаживаете и говорите, ты здоровый, ты сильный, ты очень быстро растёшь, у тебя прекрасное настроение. Вы это всё проговариваете. Вы как бы закладываете программу. И не думаете, что это, ну вот мы говорим, просто чушь какую-то. Нет, это вы поглаживая закладываете программу. Не хотите гладить, похлопывайте, не хотите похлопывать, просто возьмите за ручку. Держитесь за ручку, да. Фразы-то ранквилизаторы. Ты спокойный, терпеливый, добрый, умный. У тебя очень хорошо развивается мышление и память. Ты часто улыбаешься, ты хорошо спишь, ты видишь хорошие сны. На ночь глядя. Представляете такую фразу? Фразы-доноры. Это взять на ручки и крепко-крепко прижав. Я забираю твою болезнь. Я забираю твою боль. Я забираю сейчас все твои страхи. Я забираю твой плохой сон. И выбрасываю. То есть вот это, если вы вот, вы начнете в это играть сами, и вам понравится. Поверьте, что вам даже будет ощущение, наверное, что вы проделали какое-то... Это очень тяжело в наше прагматичное время. Вот вроде бы... Это безумно тяжело. Но нужно переступить через это. Вот когда вы через это... Вы не можете об этом сказать, подумайте. Прошепчите. У вас прагматик муж, который не воспринимает это. Прошепчите это полу... Вот не шепотом, не театральным шепотом, а шепотом в себя. Но когда ребенок укладывается спать, это же можно через... Ребенок даже спит, вы можете это проговорить. Муж не слышит. Прагматик муж. Да? А ребенок уже спит. А вы проговорите это. Потому что мама — это щит. Мы уходим на рекламу. Вернемся через несколько минут в эту студию. Продолжим. Редактор субтитров А.Семкин